Всем привет! Это рубрика «Футбольный совет от тренера». И тема сегодняшнего совета звучит так. Что нужно делать при травмах и растяжениях? В первую очередь, конечно же, нужно обратиться к врачу, а именно к травматологу. И желательно не обычной поликлинике или больнице, а посетить спортивный диспансер. Там травматологи уже набиты этой темой, и они быстро вам посоветуют, что делать и какую массе использовать. Также, что у нас страдает у футболистов? И это в первую очередь, конечно же, ноги, колени, голеностопы. Это такая вот травма, которая неизбежна ни у одного футболиста. Я полазил и подготовился, и полазил по сайтам, и наткнулся на рейтинг самых лучших мазей от растяжения мышц и связок. Сейчас я вам зачитаю эту десятку лучших мазей и где-то что-то поясню. Первая мазь – это спецмазь. Мазь, она рекомендуется именно для детей. Второе место занимает мазь под названием капиллар. Подходит при варикозе. Да, бывает такое, что в вену попадает мяч, либо удар, и образуется варикоз. Вот есть такая мазь от этого. Третье место – Апизартрон. Как пишет сайт, это лучшая мазь, согревающая. Четвертое место – Никофлекс. Самая профессиональная, как пишет сайт. Пятое место – Бенгей. Один из самых безопасных. Диприлив. Лучшая охлаждающая. Леотон 1000. Вот такая вот мазь есть. Ее и советуют даже беременным девушкам, женщинам. Восьмое место – Вольтерен Эмуль Гель. Помогает лучше дешевого теклофинака. Девятое место – Кетонал. Лучшее обезболивающее. Десятое – Бомбинге. Бом? Бом? Бинге. Самая бюджетная. Вот такой вот получился рейтинг. И я в этом рейтинге, к сожалению, или может тоже и к радости, все-таки время идет. Не увидел мази такой, как согревающий капсикам. Да? Вообще при травмах, если вы тут же получили вот эту травму, либо потянули, почувствовали, да, что ногу где-то потянули, нужно, во-первых, прекратить тренировку и, во-вторых, желательно не двигать ногой. А в-третьих, положить на это место лед, либо холодную какую-то в пакете воду, я не знаю, либо бутылку холодную. Ну, что-то приложить холодное, желательно. После всего этого посетить, конечно же, травматолога, как я уже сказал в начале. Из этих вот десяти, которые посоветовал сайт мазей, я не использовал ни одну. Их то ли тогда не было, либо я о них не знал. Я использовал капсикам при растяжении того же связок голеностопа. Помимо этого, да, капсикам используется такая мазь, которая жжет, жжет нашу, так сказать, ногу. И ты уже думаешь не о том, что у тебя какое-то растяжение, а о том, как у тебя горит нога. Ну, играть хотелось, и был молодой, и микротравмы, конечно же, для меня были как-то не очень, так сказать, затрудняли мою жизнь. Я продолжал играть. Я же советую, конечно же, лучше дать паузу, и пусть травма заживет до конца. Не так, что касается капсикама, его достаточно носить маленькую такую капельку, хорошенько втереть в то место, где травма, ушиб, либо растяжение. Сверху, да, если брать голеностоп, сверху я еще наматывал эластичный бинт, именно такой по старинке. И сейчас же есть такие вот специальные голеностопы, носки, которые очень удобные. Но я вот натягивал, да, эластичный этот бинт. Поверх этой вот шумась нанес ноги, да. И сверху еще надевал, конечно же, гетро. И так сказать, было удобно бегать, в принципе. И через некоторое время даже травма быстро, ну не быстро, может, пару-тройку тренировок, и забывалась боль. Но я советую все-таки взять паузу, чем вот так вот мучить эту ногу, это место. Что вообще еще посоветую, то, что берем, да, ахиллесовую пету. Почему она ахиллесовая? Поэтому, если травмируется пятка, отбивается, то играть уже невозможно. Это на сто процентов ты уже будешь думать не о игре, а о том, что тебе больно вступать на ту же пятку. Да, и все мы знаем, там идет на пятку пятка, потом ахилл. Ахилл – это вообще тяжелая тема. Если вы почувствовали, что ахилл у вас чуть-чуть где-то надорвался, либо потянулся, в общем, почувствовали боль, сразу же заканчивайте тренировки и обязательно идите к врачу-травматологу. И он все знает, и он скажет, что делать. Ни в коем случае не напрягать эту ногу, потому что в свое время я так же надорвал ахилл. К счастью, не рвал. А опасный возраст для ахиллов – это с 25 и за 30. Это вот такой промежуток времени, когда больше всего футболисты именно не то, что надрыв делают ахилл, а рвется ахилл. Ахилл заживает очень долго, и потом его надо залечивать, после, конечно же, закачивать, да, вот этот ахилл. Очень тяжелая травма, болезненная. Так вот, когда у меня был надрыв ахилла, я использовал как раз-таки капсикам и эластичный бинт. Ну и продолжал, в принципе, играть. И за счет того, что я, наверное, постоянно закачивал его, я, слава богу, его не порвал. И, надеюсь, не порву. Сплюнем. Никому не желаю, чтобы ахилл все-таки пострадал. И самое главное – это берегите свои ноги, хотя никто не застрахован от этих травм. Да, травмы бывают разные. На ногах даже говорят, что лучше сломать палец на ноге, чем повредить пятку либо ахилл. Да, сломанным пальцем еще где-то можно и доиграть матч, и потренироваться еще на следующий день. Ну, болит, болит. Ну, вроде нога двигается, бегает, что-то может делать. Ну, нет, любая какая-то травма, растяжение – сразу же обращайтесь к травматологу. Не надо вот это вот геройствовать. Все мы герои на словах, а на деле потом. Потому что футболист должен играть, не думая, что у него что-то болит. Голова должна не этим забита, а он должен играть и думать, как отдать передачу и забить гол. Либо отобрать мяч. Если где-то что-то недопоняли, либо возникли вопросы, конечно же, задавайте их в комментариях. И не забывайте, те, кто не подписан на наш канал, подписывайтесь. Мы рады всем. На этом у меня все. Пока.